Всем привет! Я обожаю сыр! Твердый, плавленый, с плесенью, вонючий, эстетичный, с дырками, с медом, тертый в макарошке и даже колбасный. А почему он, а не я? Я нашла место, где сыр любят даже больше, чем я. Потому что как еще объяснить появление целого отдельного сырного парка? Это вам не просто сырная тарелка. Когда я увидела, что такое место существует, решила, как только откроются границы, я полечу надкусывать каждое здание. Простите все, у кого не переносим из лактозы. Хотя такую архитектуру реально сложно переварить. Это парк в Южной Корее. И нет, он не находится в Сеуле или в любом другом большом городе. Добраться до него стало отдельным серьезным челленджем. Но сырная горка, сырный замок и сырная интоксикация стоят того. Парк работает с 9 утра до 6 вечера. Но путь в одну сторону составляет порядка 3 часов на разных поездах. Причем, судя по другим блогерским поездкам, в 2019 году можно было добраться на одном поезде прямиком из Сеула. Вообще, железнодорожная система Южной Кореи постоянно развивается, ускоряя свое направление в самой дальней провинции. Но именно этот путь отрезали. Как кусочек сыра. План был приехать к открытию парка, поснимать и успеть вернуться до отправления самого последнего и единственного поезда в сторону Сеула. Иначе бы я осталась жить в сырном домике. Проблема заключалась в том, что ни на одном корейском ресурсе, картах, маршрут до парка не объяснялся подробно. Нигде не указывалось, как сделать правильную пересадку, нужна ли она вообще. В итоге надо было понять, как и во сколько с одного скоростного поезда пересесть на местную электричку за ограниченное время. Я и поезда это отдельная фобия. Особенно хэштег сесть не на ту электричку и ехать в другой город. А я в Корее. В другой стране. Одна. То даже быстро поезда повторять не надо. Полная пи***а. День дня. Встала я в 4 утра. Собралась, дошла до остановки, чтобы на пустом автобусе доехать до центрального вокзала в Сеуле. Откуда в 7 утра должен был отходить мой первый железнодорожный транспорт на сегодня. Позавтракала я все там же на вокзале. От нервов меня стало жутко мутить. Насев поезд, я наконец расслабилась. Два часа чила и снова стресс. Пересадка на электричку. На все ошибки, вопросы и информации у меня было всего 15 минут. 15 минут, и если ты не нашел платформу, откуда отправляется твоя электричка, будешь снимать контент в Джонджо. Что не сделаешь ради сыра? Чем дальше Татсюла, тем меньше говорят на английском языке. И как хорошо, что я читаю на корейском. Я понимаю, куда отправиться. Всякие штуки могу хоть как-то спросить. Конечно, я не гений, но что-то могу. Ну что, ждем электричку. На мне несколько слоев одежды, потому что сегодня неожиданно 11 градусов. Мне нужно еще купить колготки, потому что у меня бриджи. Просто потрясающе. Но мы едем смотреть на этот парк, в который я хотела попасть около 3 лет, как только увидела ролик про него. Если вы не читаете меня в Телеграме, я очень советую подписаться. Там я рассказывала о своей истории, что дико боюсь еще как-то потеряться все, что связано с пиздами и электричками. Весь прошлый год я целенаправленно ездила на электричках, борясь с этой проблемой. После скоростного поезда резко ощутилась смена настроения старой электрички. В салоне в основном пожилые люди, в дачных кепочках. И в воздухе стоял такой уютный вкусный запах орешков и кунжута. Надо было свой кулек брать. И когда я увидела в окне что-то очень знакомое, наконец выдохнуло. Я добралась. Смотрите, как она неспешно отъезжает. А лучше послушайте. Пипец, там напряжение фонит. Аж камера еле звук пишет. Боже. На этой станции вышло два человека, включая меня. Но при таком потоке на улице был привокзальный работник, который для обеспечения максимальной безопасности сопрождал каждого прибывшего, переводя через пути лично. Там светофор и сигнал имелся. Просто ответственность плюс рабочие места. Как только выходишь со станции, сразу начинается сырная тематика. Как говорится, this is so cheesy. Но до парка еще подставило как-то дойти. Пешком это сделать отдельная головоломка с алиментами ГТА. Путь идет по развязке шоссе, а вокруг лишь коровники. Периодически заканчивается тротуар и приходится бежать по обочине, как крыска. Тут даже нет пешеходного какого-то места. Я иду по шоссе. Это жопа. Тут просто ничего. Впереди тоже ничего. Я выхожу на шоссе. Останавливается грузовичок на соседней улице. И он такой мне, в парк идешь? Я такая, да, вот иди по этой дороге. Андео. Точно? Точно. Чуть не пошла, знаете, по местному МКАДу. Благодаря этому мужчине, его любопытству и стремлению мне как-то помочь не сбиться с правильного пути, я дошла прямиком к сырным вратам. Территория внушительная. Почти 13 сырных гектар. Сам парк был открыт в 2004 году и по сей день немногие туристы и даже местные добираются до такого скромного городка. Ну а что, идем изучать, что здесь есть прикольного. Надеюсь, тут есть сыр. Вот так вот выглядит туристический центр, где можно спросить информацию. А мне нужно было подтвердить свое присутствие для брони на мастер-класс по запеканию знаменитой местной пиццы с сыром и замщили. Я блуждала по пустому сырному офису, как вдруг забежал работник. Вместе с еще одним мужчиной мы перекинулись простыми фразами на корейском и они меня поняли. Рассмеялись и сказали, что скорее всего на уроке буду лишь я одна. А потом случился душевный момент. Парень очень попросил меня не идти пешком под дождем и подвез на своей личной машине вверх до нужной точки. Ребят, это заняло бы мне 5 минут пешком. Я пыталась отказаться, но все настолько радушные. Спасибо большое! Спросила, откуда я? Здесь прям все люди смотрят в глаза, общаются, говорю, останавливаются, хотят помочь. А там готовят. Кажется, мне вот сюда нужно будет идти. Я подтвердила присутствие для урока и отправилась изучать парк. Блин, это так мило! Вообще стиль парка это какая-то европейская деревушка с элементами богатства замков. Фонтаны, цветочные клумбы, а сырованную тематику поддерживают рандомные фигуры статуи и два здания в форме сыра. Офис и смотровая, которые очень похожи на Пакмана. В парке вообще ни души. Наверное, один или два человека сейчас навещают помимо меня. Боже мой, тут горка для моей задницы. Она существует. Ну что, скатимся? Мне предстояло полностью насладиться своим одиночеством, потому что подъехало сразу несколько автобусов с экскурсией с детьми. Все, прям парк заполнился голосами детскими. Я так понимаю, со сменкой у всех одинаковые проблемы. Предлагаю, пока дети не залезли на эту горку, и мне не было максимально стыдно спуститься первым делом. Я даже не знаю, как с конвейера сказать, что ли. Это стыдно. Горка. Еще парк, где в основном ходят дети. Боже мой, я тут пролезу. Блин, так страшно, кошмар. Да, правильно же? Ноги. Что? Поехали. Ребят, что за писус? А, я что-то... А что мы не едем? Горка механическая, состоит из металлических трубочек, которые, переворачиваясь, скатывают тебя вниз. Я то застревала, то летела в ад. Эффектное занятие. О, моя задница. Жопа вся чешется. Знаете, когда ее вот, типа, промассажировали, хорошо протрясли, хочется переходить по парку сыро и чесать жепу. Спустившись с ветерком, я обнаружила еще одну локацию. Там ферма зверушек. Я такая, конечно, Даша-следопыт со своим рюкзачком. Кузички. Козючки. Кузички. О, господи. А вот там какие-то две маленькие. Привет, как ты питаешься аппетитно. Кстати, самое удивительное, что парк совершенно бесплатный. Понятно, что здесь как бы нет особых активностей. Как-то по развлекации вообще даже что-то закрыто. Не пройти. Хотелось бы на площадочку. Но в целом это странновато, когда ты приходишь в парк и ты просто можешь зайти гулять. То есть это как общественный парк, только тематический. Смею предположить, что площадка закрыта уже давно. И дело вовсе не в сезоне, а в отсутствии финансирования. Но в целом парк очень чистый и видно, что за ним присматривают. Облагораживают. Дорожки, газончики и спокойные ухоженные зверушки. Начали на расслабоне. Подниматься вверх было не настолько весело, как со свистом лететь вниз. Но главное сырное здание меня очень ожидало. У меня сейчас случится истерика, ребят. Это горка. Это сырная горка. Блин, я не могу, куда я приехала. Там дети чисто, знаете, второй, третий класс максимум. И я такая, о, жопа кита. В жопе кита, собственно, да. Как мы предполагали. Нечего делать. Прости, мой хороший, но я тут ради экстрима. Проталкивать себя, это прям, знаете, вот отдельная физическая нагрузка. Я только сейчас поняла, что эта горка, это часть смотровой площадки. То есть такая долька. Ну а это, как бы странно не звучало, сырная смотровая площадка. Бежим смотреть, что нам тут могут показать. Так, интересно, интересно. Я вам хочу сказать, здесь очень пусто. Но в этом есть какая-то прелесть. Небольших городков, которые пытаются и делают, на самом деле, какие-то развлечения тематические, своим производством, каким-то делом, которым она славится. Мы все с вами из разных совершенно городов, районов, деревушек. Пишите внизу в комментариях, откуда вы родом. И какой бы тематический парк должны были построить в вашем месте. Пишите внизу в комментариях свои придумки. На самом верху смотровой отлично открывался вид на весь парк. Там же свысока стало ясно, что в основном аудитория этого места это школьники начальных классов и я. Стараясь не мешать группам, тихонько обходил детишек стороной, как вдруг со мной заговорили. Так мило! Я выхожу со смотровой. И девочка, ой, какая умиленькая! Вы видели? Реально, она просто понесла. Что же вы делаете? Ну, хоть вот, знаете, вот, хоть этот будильник ставь, детей начинает делать. Ну, что за прелесть! Но вернемся к теме изготовления все-таки сыра, а не детей. Существует некое заблуждение, что в Южной Корее нет сыра. Мол, его не найти. А как же все эти рецепты, мукбанги, которые сейчас обильно используют тягучую тему? Я что, одна его вижу? Например, артефакт. Сырный пирожок с кукурузой из Макдональдса. Что хотите вишневый? Не смешите. Так было не всегда. Ведь сыр не является частью традиционной корейской кухни. Его не было. Когда-то. А сама идея сыра как добавки или украшения к блюдам появилась из-за тесных американо-корейских отношений в середине 20 века. Гуглим, почему вообще появился в США government cheese и его подноготная. Культуры привезли переработанный, плавленый, но сытный американский сыр. И реально, аж до 80-х годов корейцы неохотно ели эту пластмассовую жижу. Так что же значит это в Корее сложно найти сыр? Настоящий сыр, а точнее его обильная разновидность. Вот что встречается в Корее редко. Но на полках все-таки сможете найти хороший сыр. И это тоже, знаете, не многовековая традиция. Это то, что привезли из Европы. И, соответственно, сейчас уже это часть современной истории Южной Кореи. И сыр здесь действительно можно съесть. Вообще во всем везде он добавляется сверху. Спасибо трушному бельгийцу, который как-то затесался в глубинке в городе Имщиль и объединил местных фермеров для производства правильного сыра. Волшебная сырная история спасла этот небольшой городок от нищеты и заброшенности. В 58-м году в послевоенное голодное время единственным условием выжить до такой периферии это было хоть какое-то сельское хозяйство. Но, к сожалению, холмистый ландшафт Имщиля не позволял раскинуть хоть какие-то масштабные угодья. Город был еще меньше, чем сейчас, и очень бедным. Каким-то образом там обосновался бельгийский монах, который держал двух коз и делал из остатка молока себе сыр. Прошло 10 лет, и он смог объединить немногочисленных местных фермеров, их возможности, скот и на кредит в 2000 долларов открыл первую в стране настоящую сыроварню. Так и появился натуральный сыр из города Имщиль. И это отдельная категория, отдельная фишка. Даже есть фирменная пицца с этим сыром. Вот и у меня облизился урок по выпеканию имщильской пиццы, но я так проголодалась и расстроилась, что в автоматах парка не продаются кусочки сыра, что решила поесть чизкей. Я сейчас сидела, залетели дети, спрашивают, что здесь только можно попить кофе, как я поняла. Я такая сижу, а что мне сказать-то? Иногда лучше промолчать, особенно, когда не знаешь, что ответить. Вот это самый вкусный чизкей, который я когда-либо ела. Какая вилочка замечательная. Рядом стояла полка с книгами, и я решила хоть что-то полистать, узнать хоть какие-нибудь слова. История Имщиль. Я даже не представляла, какое веселье меня ждет впереди, потому что зайдя в здание, я поняла, сегодня на уроке я точно не буду одна. В зале было около 60 детей в возрасте от 10 до 12, и я единственная сидела в одиночестве еще и в первом ряду. Со сцены ведущая чуть ли не в громкое говоритель вещала, что и куда мазать. Откуда взять вилку и сядь уже нормально. Вот так выглядит знаменитая пицца. А вот так происходит процесс ее создания на уроке. Тесто уже раскатано. Выдают также масло с ярким сырным сливочным ароматом, которым нужно промазать только корочку. Без поддержки чудесной женщины я бы и такие простые шаги испортила. Спасибо ей за терпение и желание помочь. Немножко что-то понимаю. Тесто обильно смазывается томатной пастой. И дальше, наконец, самое главное. Сначала 1 третью часть выданной порции сыра нужно разбросать по пасте. Съем. Очень вкусно. Вот идет начинка. Говяжий фарш, уже нарезанные колбаски, самостоятельно шинкуешь лук, который совершенно не щипет глаза. Грибочек. Вообще здорово, что детям дают возможность делать мелкую моторику, прорабатывать ее и учить готовить себе еду. У нас для этой школы была технология. Мы очень, правда, много в школе моей готовили и с удовольствием ели. Или носили одежду, которую мы сшили. После грибной нарезочки в ход идет сладкий перец. А уже сверху распределяется весь оставшийся сыр. Я жду эту. На пиццу крепишь свой номер, оставляешь ее поварам, чтобы через 30 минут вернуться за готовым шедевром. Я планировала погулять в это время. Сейчас саралел. Но на выходе меня остановили дети и спросили, ютубер ли я. На что я показала им свой канал и началось что-то невероятное. Увидев количество подписчиков, все, просто все начали сохранять, фоткать мой ник, подписываться, верещать и веселиться. Даже с моей камеры побложили 30 минут нескончаемого визга, смеха и фотосессии с раздачей внимания моих автографов. Подписались на ютуб, на заблокированную другую социальную сеть, воно поставили мне лайков. Я не знаю, что будет с моей аналитикой, это какое-то добро. И еще удивительно, насколько универсальный язык, подарки и дать хоть что-нибудь от себя. Кто-то из детей дал мне, видимо, из своего сухого пайка, кто брал с собой в экскурсию какие-то мармелады. Девочка подарила пластырь с куроми, стикер и жвачку. Я замотивирована еще лучше учить и усерднее корейский, просто чтобы удивлять детишек и чтобы они хохотали еще смешнее. Просто прелесть. Знаете, даже использовать жалко, хочется законсервировать, не знаю, эпоксидкой залить и вспоминать, что добро в жизни есть. В момент дикого ажиотажа ко мне подошли два молодых человека. Все ли хорошо, вы не устали, потому что нам ждать еще 30 минут, а вы здесь с детьми. Я говорю, все нормально, мне весело, мне хорошо. Знаете, зато детей чем-то займу. И в конце один из них просто вспомнил серу с Кислава, который знает. И спасибо, и здравствуйте. Ну, просто мужчины угорали. Доказательство, что я там расписывалась, причем всем, это следы как в школе, знаете, вот от ручки на руке. Это настолько пик, что ловить больше нечего. Самое лучшее. Вот жизнь, если она вообще вот реальна, то она существует и в ней прелесть. Из-за таких моментов. Когда ты можешь из другой страны, с кем-то у вас совершенно другая культура и понимание вещей встретиться, хотя бы парочкой слов перекинуться, но эмоциями и хорошим настроением ты вот так вот легко делишься и получаешь. Не важно, на каком языке ты говоришь, это все, знаете, как вот из себя. А теперь время в себя. Есть пицца. Вот это вот мое. Пицца моей мечты. Просто посмотрите на эту милейшую мини-упаковку, так еще и бантик завязали. А внутри та самая знаменитая пицца с сыром из имщи. Сделанная моими руками. О, слышишь, что-то между гаудой? Смесь с твердыми козьими сырами и очень приятный такой сладковатый вкус. Если бы еще сверху орешки и мед, я бы улетела с ротосфера. Имщила, я тебя люблю. Коробочку даже не хочется выкидывать, если честно, настолько это был потрясающий день. На улице сыра. Но я ем пиццу под каким-то шатром. Пипец. Последний кусок. Погода становилась все хуже. Моросящий дождь потихоньку обретал силу. И так как в городе не нашлось ни одного магазинчика, мне надо было купить зон, дождевик или хотя бы колготки, мне пришлось поторопиться и выдвинуться до серьезного ливня в сторону станции. До парка есть два пешехода. Решила, вдруг, второй вариант будет с тротуарами. У меня голые воды, но контент оттенен. Короче, здесь нет, как таковой, пешеходной зоны. Идешь как можешь и дождь. 20 минут пешком под дождем. Промокла вся. Зато была возможность увидеть и понять, насколько город тихий и провинциальный. Тут даже машин почти нет. Чаще сельскохозяйственные агрегаты на колесах встречаются. Такая романтика. И здесь бам! Сельхоз угодья. Часть эстетики. А вот там мостик. Я, конечно, выгляжу по-дебильному, как банчи какой-то. Ну, я считаю, это часть какого-то офигенного фильма. Надеюсь, не слышала. А вот мы и дошли до станции. Если бы был 4D-эффект, в роликах вы почувствовали опять запах навоза. Последний рывок был мост. И каждый шаг на нем ощущался с дикой печалью, потому что я не хотела уезжать из города, где меня встретили с таким теплом, радушием. И мне так было тут вкусно и весело. О, тут тоже сыр. Вижу, вижу. Прикольно. Все. Спасибо тебе, прекрасный город. Ты меня развлек. У тебя потрясающие дети и шикарные взрослые. Пока гуляешь по обочине, начинаешь ценить даже минимальный человеческий вклад. Чистота, ухоженные клумбы. А все из-за постоянного присутствия ржавчины то там, то тут. Закрепило это ощущение остановка прямо у вокзала, где, мне кажется, плакат не меняли лет 15. Очень небольшой, конечно, городок. Я боюсь, что на вокзале даже нет места, куда погреться, присесть. Подумал, что если хотя бы не согреюсь, то все равно сяду на какой-нибудь лавочке прямо на платформе. Представляете, чтобы люди не шастали, двери полностью закрыты на станцию, чтобы никто не выходил на пути. У меня поезд примерно через час. Буду сидеть в зоне ожидания. Вот тут. Пока я сушила свой свитер в теплом зале ожидания, заметила плакат с фотографиями преступников в розыске. На пойманных тлеят стикеры. Только я одного не пойму, если стикеры открылся, идет погоня. Ну что, я вся продругла, еле посушила за полчаса 40 минут свой свитер на станции. Вот эта бумажка у меня one chance, как говорится, one opportunity добраться, потому что одна остановка, решая все, где будет пересадка в час, и я уже смогу присесть на местный Сапсан и добраться до отеля. Куда-то ехать и добираться намного интереснее и азартнее, чем выбираться, потому что кажется, что назад пути нет. И что-то случится, я просто перебездела миллион раз. Я терпенела, почему наши все родители всегда заранее очень куда-то нас брали, мы там, знаете, за 4 часа на самолет, потому что ты даешь себе возможность на ошибку и время на ее решение. Вот. Я еду домой. Вот не хочется петь песню, там это, что-то там электричка. Напомню, впереди 3 часа пути, 260 километров и гипотетическая возможность пропустить единственный и последний на сегодня поезд до Сеула. Нервы в кулак, прыгаю в ржавую электричку и мчу до станции, где будет сделана пересадка. Старушечка. Сидя в электричке, я осознала, что весь тот стресс, страх и нежелание ехать в сырный парк, потому что такой сложный путь, все это для меня казалось в тот момент дикостью, потому что количество позитивных эмоций, добра и просто счастья, которое я испытала из-за этой поездки, оно еще в голове мне породило идею вернуться обязательно когда-нибудь в этот парк. Думаю, это вполне реально, все потому что соседний город Чонджи, который был для меня лишь пересадочным, оказался достаточно богат на достопримечательности и добрых людей. Привыкнув к моросящему дождю, стояла промокшая насквозь у перехода, как вдруг дождь прекратился. Я подняла глаза и увидела над головой зонтик, которым со мной поделилась стоящая рядом леди в возрасте. С ней был внук со своим зонтиком. Она предложила довести меня до станции, чтобы я не мокла под дождем. Только что женщина меня провела за своим зонтом. Поговорила со мной немного на корейском, вот там она идет. Еще и на английском. Я рассказала про парк, она про него не знает. Ох, не могу. Боже мой, я сказала, что я еду до Сеулу, не замесила, Андрей. Лешей? А что там? Парк Сыра? Ой, не знала. Благополучно добравшись до Сеула, у меня не осталось никаких сомнений в том, что корейский надо продолжать учить. Но об этом в следующем видео. Я всегда вам очень рада, ценю и люблю. Оставайтесь такими же позитивными и креативными. И всего вам самого светлого. Пока-пока. Муа.